Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Положительный тест на COVID-19. Еще у одного парламентария подозревают заболевание. Первым заболевшим депутатом Госдумы, о диагнозе которого было объявлено официально, оказался парламентарий от фракции КПРФ, председатель Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников. Он болеет уже почти неделю. «Да, я нахожусь в больнице и лечусь от коронавируса. Состояние не очень хорошее», – рассказал депутат Интерфаксу, добавив, что у него высокая температура. Вероятнее всего, Калашников заразился от своего водителя, у которого 16 апреля был диагностирован коронавирус. После этого депутат, по его собственным словам, сел на карантин. Уже через несколько дней у него появились первые симптомы. Всего, по данным источникам Интерфакса, COVID-19 выявлен у четырех домских водителей. Все они возили разных депутатов и не были прикреплены ни к одному конкретному. Еще одним депутатом Госдумы, у которого подозревают коронавирус, оказался, по предварительным данным, Дмитрий Новиков. В парламенте он также представляет фракцию КПРФ. В больницу его увезли 24 апреля, а в последний раз на заседании он присутствовал 14 апреля. Депутаты Госдумы, несмотря на ограничительные меры, введенные из-за распространения коронавируса, по-прежнему собираются на фленарное заседание. В марте и середине апреля парламентариев массово проверяли на коронавирус. Тогда о положительных результатах не сообщалось. Напомним, 27 марта о своем заражении COVID-19 сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Поначалу он продолжал исполнять свои обязанности из дома. Однако затем обязанности главы правительства были переданы главе МИД Британии Думеньку Раабу. В начале апреля Джонсона госпитализировали, а через несколько дней в связи с ухудшением состояния перевели в отделение интенсивной терапии. Но уже через три дня Джонсона вновь перевели в обычную палату. 12 апреля главу правительства выписали из больницы. В конце месяца он вернулся к работе в своем офисе.